Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная звука. Как я обещала с 29 июня, начинаю видеообзоры сортов, подробное описание тех томатов, которые у меня в сибирском регионе, ну конечно в условиях теплицы, но все равно поспели уже в июне. Те, кто дал хороший результат. Я уже рассказала про русские колокола, вот сейчас хочу вам рассказать про сорт госпожа удача. Этот сорт, потому что редко, редковато кто выращивает, это именно наш сибирский сорт, он холодостойкий, всем он хорош, но он почему-то, ну еще не распространен, наверное, в силу того, что он не так давно выведен. Это не такой, как старый, известный, традиционный, именно вот это новинки сибирских селекционеров, выведены специально для регионов, для зон с рискованным земледелием. Где могут быть разные капризы природы, неблагоприятные условия, но чтобы томат в любом случае дал урожай. Я вот показывала открытый грунт, помните, когда я разговаривала о подкормке, что одним нужен азот, который хилые такие, казаново там, хилые и слабые, а другим таким, как госпожа удача, я когда открыла, я посмотрела, удивилась, они уже и там вяжут помидоры в любых условиях. Это вот проявляется их холодостойкость, что им все равно, что нам холодно, что нам жарко. Кстати, вот здесь на жаре, когда у нас был продолжительный период, ну как был, у нас и сегодня 32 градуса, и когда у нас был продолжительный период вот этой жары, они не скрутили листья, они не теряют свои завязи, вот сейчас вам покажу. Вот они завязи, все новые и новые завязи образуются, вот это все завязано, завязывают они в период именно вот такой жары, оглушительной жары, от которой все другие вянут. Вот видите, вот совсем крохи, они тоже уже все завязались. Так что их вот это госпожи удачи будет еще много-много-много. Я вам сейчас показываю только первые кисти. Ну и кстати, они, это как, это не редкость, что вот один или два куста все поспели, вот на всех кустах, на первых кистях уже спелые плоды. Так что для них это нормально. Сейчас само описание. Это среднеральный сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Но выведен он, конечно, в большей степени для того, чтобы люди в открытом грунте смогли получить спелые томаты, именно которые своим ходом в открытом грунте спеют. Так что у этой больше всего для открытого грунта. Но я высадила нынче в теплицу, потому что в прошлом году в открытом грунте нас природа наказала. Как только начали спеть томаты, град все побил и все погнило. И вот в этом году, чтобы не потерять семенной фонд, я по несколько экземпляров каждого почти сорта посадила в теплицу. Как бы укрыла от града. Но госпоже удачи, это не обязательно. Она может вызреть и в открытом грунте. Так что вот это среднеранний сорт для открытого грунта. Куст невысокий. Он 80-100 сантиметров. Вот здесь кисточки вот эти, вероятно, будут уже последние. Потому что он и так, я вам как показывала, он и так уже весь в завязях. И дай бог томату хотя бы это выносить, чтобы вызрели хотя бы это количество томатов, которые на нем уже завязалось. Вот 80-100 сантиметров, больше он расти не будет. Это очень удобно. Вот для меня это очень удобно. Потому что в теплице с высокорослыми томатами бороться, я уже показывала в предыдущем видео. Вот у меня, вон видите, они уже под потолок. И вот те уперлись в потолок. А теперь у меня там проблема. Они уже сгорают в цветочки. И все высокорослые, вот эти, они уже уперлись в потолок. Но у них не так много завязей внизу. Потому что начинается высоко над 8-м, над 10-м, над 11-м листом завязи начинают. А вот эти низкорослые, вы видите, вот она земля и вот она кисть. Начинается низко от земли. И вот за этот метр она будет вся увешана плодами. И она успеет такое же количество плодов дать на коротком расстоянии. Многие любят, да, индетерминатные, что они длительное плодоношение, там 8-9 кистей. Но я думаю, что есть томаты, с которых можно 7-8 кистей взять и не при такой высоте. Очень неудобно обрабатывать такие высокие. Так я отвлеклась, что плоды будут округлой формы. Но не будут они уже есть розово-красного цвета. Вот написано везде в описаниях, что розового цвета, но сколько я выращиваю, они ближе к красному. Я вот считаю, что это классический красный цвет. Они мясистые, сахаристые, могут вырасти весом до 300 грамм. Если у них будут благоприятные условия, если богатый грунт, если будете делать вовремя подкормки. И, конечно, самым главным достоинством является вот это сочетание именно, что ранний срок созревания и его крупноплодность. Обычно мы, когда я описываю скороспелки, я вот описывала и ринет, и челнок, и буян, которые поспеют в июне. Но я всегда говорю, что плоды не крупные и вкус хороший, но только для скороспелок. Что они не сравнятся с мясистыми, сахаристыми. А вот этот сорт госпожа удача, он наоборот, он и скороспелый, но он не скороспелый, он раннеспелый. И одновременно крупный, мясистый, сахаристый. Вот чтобы добиться этого, конечно, это селекционерам, наверное, пришлось постараться. Они как-то совместили и крупноплодность, и вот эту раннеспелость. Вот видите, тоже томат созревает. Он большой, я не могу взять его в руку, они потому что очень плотно прикреплены к стволу. Но, судя по руке, видно, что это не мелкота какая-то, это крупный хороший томат. Все. Дальше. Кост детерминатный, прищипывать не надо, он вырастет сколько ему надо и сам прекратит свой рост. Холодостойкость, я уже сказала, в открытом грунте не боится понижения температур и завязывает плоды в любую температуру. Но также неприхотливый и нетребовательный к уходу. Все. Я вот в два ствола оставила его, нижние листья убрала, сейчас вот здесь как завяжутся, я еще пообщипаю тут немножко и все. Зреют очень быстро, очень дружно. Вы видите, что как они, она кисть прям одновременно налилась, раз и вся поспела. Урожайность указывается производителем 5 килограммов с куста. Да. Но это, я всегда говорю, что они указывают производительность при идеальных условиях, наверное. Конечно, когда у вас и плодородная земля, когда и подкормки, и температура хорошая. Но у нас нынче вот все было против нас. Весной, когда высаживала, было на улице минус. И они долго-долго стояли в одной паре. Вот эта завязь уже была на ней, но было холодно. И они, можно сказать, как прекратили, что ли, свое развитие. Мне кажется, это дало вот как негативный результат, что она могла бы быть еще крупнее. А в то время, когда начали следующие кисти завязываться, у нас установилась аномальная жара. Когда жара, томаты тоже страдают, у них тоже все это замедляется, они притормаживаются. Но несмотря на это, я смотрю, что все-таки госпожа удача дала хороший результат. Получить в Сибири в июне крупные спелые плоды, это очень хорошо. Я ей довольна. И вот всем рекомендую попробовать. Я могу, конечно, сказать свое мнение. Да, мне этот томат нравится. Да, он хороший, он в неблагоприятных условиях хорошо плодоносит. Но пока вы сами не попробуете на своем участке, не вырастите его, возможно, он вам не понравится. Может быть, он останется у вас навсегда на долгие годы, вот как у меня. Это не новинка у меня, он у меня старожил, я его выращиваю. Пока сам не попробуешь, не узнаешь. Я могу высказать только свое мнение. Мне нравится неприхотливый, холодостойкий, крупный, вкусный, сладкий. Никаких проблем у меня с ним нет. Не кучерявится, не крутится. К болезням не восприимчив. Все. А вы сами будете смотреть. Если сможете у себя в регионе купить, поищите эти семена, попробуйте один раз, испытайте. Если уж в крайнем случае не найдете, потому что я говорю, что почему-то он еще редко распространен, осенью напишите мне в августе. Если у меня будут лишние семена, я буду всем желающим, возможно, рассылать, продавать. Все. До свидания. Вот все, что я хотела сказать про госпожу Удачу. Мне такой томат нравится. Мне он подходит для сибирского региона. Продолжение следует.